Ребят, всем приветик! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами интереснейшее видео. Будем краситься бюджетной косметикой, которую я покупала на сайте Makeup. У меня насобиралась вот такая вот небольшая косметичка, но внутри есть довольно интересные продукты, которые мы сегодня будем использовать. На моем лице абсолютно нету косметики, только немножечко дневного увлажняющего крема и все. Вы прекрасно можете видеть все мои недостатки. У меня их, как всегда, навалом хватает, есть с чем поработать. И для создания сегодняшнего образа мне, конечно же, понадобятся вот такие вот две баночки с моими кистями, которые я уже помыла и предварительно подготовила. Также в этом видео буду использовать вот такой вот хайлайтер от Glambe, но буду использовать его как зеркальце. Здесь очень удобное большое зеркальце, когда нужно будет красить глазки, чтобы вблизи все хорошо было видно, я буду использовать именно его. Пожалуй, будем приступать. И первое, что я буду использовать, это вот такой вот тональный крем. Это бренд Valery Cosmetics. Тональный продукт называется Match Long Lasting с гиалуроном. У меня оттеночек 803. Здесь вот внизу выбит этот цвет. И цвет называется Medium Beige. Вот как-то так. Объем 30 мл. И, честно говоря, я именно вот этим вот оттеночком еще не пользовалась, только делала сводчик. У меня уже есть издрайв на такой продукт на моем канале. Правда, там оттенок был слегка светловат для меня. И я решила взять оттеночек потемнее и, можно сказать, дать второй шанс этому продукту. Посмотрим, в сегодняшнем макияже понравится мне финиш на лице или нет, чтобы я для себя уже приняла решение, стоит покупать вот этот вот продукт или нет. Конечно же, перед использованием хорошенько встряхиваем. Оттеночек у нас вот такой вот. Он идет, знаете, такой натурально-бежевый. Я думаю, в принципе, должен мне подойти. Возможно, слегка будет светловат, но в целом, я думаю, все будет нормально. Для нанесения буду использовать кисть кабуки от Luxe Visage. И давайте приступать. Если где-то будут какие-то полосочки, то я возьму увлажненный спонжик и немножечко подтушую там, где надо. Продолжение следует... С тональным кремом я закончила. Вот такой вот финиш получается. Пока полностью тональный крем, конечно же, еще не впитался. Я думаю, что финиш будет приближенный к матовому. По крайней мере, жирности какой-то сильно я не вижу. И могу сказать, что оттенок довольно-таки интересный. Он немножечко мне темноват. Он, оказывается, немножко окисляется на мне с светлым оттенком. По-моему, 801-й у меня был предыдущий. Тут оттенок вообще не окислялся. А вот этот 803-й немножко окисляется. Я это заметила по границе вот здесь вот на шее. На ощупь. На ощупь, вы знаете, тональный крем не липнет. Все, в принципе, хорошо. Но поверх тональный крем мы, конечно же, будем закреплять пудрой, но немножечко позже. Сейчас, пока тональный крем будет впитываться, я думаю, мы начнем с бровей. Для этой цели я недавно купила вот такую вот помадку. Это у нас с вами Белор Дизайн. Помадка оказалась очень стойкой. Я ею два раза уже пользовалась. И, честно говоря, на вечер, когда пришло время смывать косметику, я еле мицеллярной водой отмыла эти брови. То есть помадка действительно очень классная. За свою цену она действительно полностью оправдывает все ожидания. Помадка называется Color Brow. У меня оттеночек 03, который называется Soft Brown. Так, что здесь у нас еще пишут? Правда, объем я вам не скажу, потому что здесь на упаковочке не указано. Но обязательно в описании оставлю эту всю подробную информацию. Здесь сверху есть кисточка вот такая вот небольшая. Но, в принципе, если у вас никакой кисти нету, то можно использовать и эту. Но я ее не буду использовать. Я возьму свою обычную скошенную кисть. Открываем. Внутри помадка выглядит вот таким вот образом. Я ее уже, конечно же, пользовалась, поэтому она не совсем красиво выглядит. Но что хочу сказать? Она довольно-таки интересной текстурки. Она немножко как бы как муссовая. Набирается очень легко. И ее нужно набирать совсем-совсем капельку, потому что реально цвет такой насыщенный. Сегодня я буду использовать вот такие вот две кисти. Одна кисть у меня от Max Marr в номере 280. И вторая от Bless Beauty. Правда, не вижу здесь номерочка. Но я все это уточню в своих заказах. И обязательно об этом оставлю информацию в описании. Конечно же, перед тем, как красить бровки, прокрашивать волоски, нужно сначала бровочки расчесать. Я, кстати, вас в каждом видео предупреждаю. Я не профессиональный визажист. Я вообще не визажист. Крашусь так, как умею. Если где-то что-то криво, не совсем ровно, не совсем красиво, не судите, пожалуйста, строго. Моя цель показать продукт в работе и рассказать реальное, честное мнение, стоит покупать или не стоит, действительно хороший продукт или плохой. Давайте покажу вам оттеночек. Возьму вот эту вот узенькую кисть от Max Marr. Кстати, оттенок довольно-таки неплохой. Честно говоря, когда покупала третий этот оттенок, я думала, он будет очень такой темный, какой-то прям, знаете, аж чуть ли не темно-темно-коричневый. На самом деле нет. Это довольно-таки интересный оттенок. Он получается немножко какой-то серо-коричневый. Вот какой-то такой. В принципе, для русых девочек, я думаю, должно подходить хорошо. Если у вас примерно светло-русый, средний русый, темно-русый оттенок волос, этот цвет вам должен подходить просто максимально круто. Но если, допустим, у вас очень светлые волосы, вы просто можете нанести этой помадке намного меньше, просто хорошенько растушевать. Тогда получится оттенок намного светлее. Но если вы окунете кисть прям полностью и начнете рисовать, у вас получатся очень темные и некрасивые, неестественные брови. Я не знаю, что сейчас получится у меня, но надеюсь, что все будет смотреться довольно-таки неплохо. Набираю немножко, вытираю об руку излишки и только потом начинаю прокрашивать свои волоски. Примерно вот так вот смотрится моя бровка. Не совсем идеальная форма, но пойдет, я думаю. Можно, конечно, вот здесь вот консилером немножечко сделать, знаете, более такой острый уголочек, но я думаю, что меня устроит и так. И вот здесь вот в начале бровей я сильно не утолщала бровку и наносила туда совсем чуть-чуть. Прям остатком из кисти просто немножечко прошлась по своим естественным натуральным волоскам. И все. И вот так вот мне, в принципе, на каждый день вот этого вот хватает. Я поверх еще прокрашиваю гелем для фиксации волосков от Люкс Визаж. Супер сильная фиксация, по-моему, 12 часов. И мне этого хватает, ну вот на весь день, даже, можно сказать, часов на 12 стабильно. Сейчас я дорисую вторую бровку, а затем вернусь к вам. С бровями я полностью закончила. Вот такой вот результат получается. Возможно, конечно, не совсем все гармонично, но, в принципе, не так уж плохо смотрится. И я все же решила закрепить нашу помадку вот таким вот гелем от Люкс Визаж супер сильной фиксации. Мне нисколько, знаете, нужна была еще дополнительная фиксация. Помадка и так очень хорошо держится, прям намертво. Вот если потереть вот здесь вот свочи, то помадка никуда не девается. Мне просто хотелось излишки этой помадки немножечко убрать и придать более такой естественный цвет. Вот благодаря гелю сверху оттенок прям идеально то, что мне нужно. Мне сейчас, в принципе, нравится цвет моих бровей. Дальше предлагаю начать с макияжа глаз, потому что тени могут осыпаться вот сюда вот вниз. И потом будет проблематично это все вытереть, по новой потом наносить консилер. То есть я хочу сначала сделать полностью макияж глаз, а затем уже где что-то осыпется, там уже подправим или тональным кремом, или консилером. В общем, посмотрим. Тени у меня двух видов. Вот такие сияшки от Кристиан и вот такая вот чудненькая красивая палетка от Ламель. Здесь, по-моему, 16 оттенков, если я не ошибаюсь. Да, 16 оттеночков. Ламель, конечно, вот эта палетка очень красивая, но упаковка туга, я сейчас открываю пинцетом, потому что ногти не хочу свои портить. В общем, палетка выглядит вот таким вот образом. Она безумно красивая, но, честно говоря, я ожидала от нее пигментации поярче. Безусловно, есть оттенки, которые очень яркие, очень насыщенные, красивые, но есть и те оттенки, которые, как-то, знаете, очень блекло смотрятся на коже. По крайней мере, моим разочарованием является вот этот вот оттеночек. Он такой, знаете, синевато-зеленоватый, какой-то вот такой вот немножко хамелеончик. Довольно красивый оттенок, но проблема в том, что этот оттенок будет хорошо смотреться только влажным способом. И это немножко огорчает, потому что я, например, хотела бы просто пальчиком вот так вот потереть, перенести на веко, и чтобы все смотрелось просто идеально. Но, к сожалению, с этим оттенком этого не происходит. Вот смотрите, набираю пальчиком, вроде бы на пальчике есть. Теперь переношу вот сюда вот на кожу, и он как-то, ну, очень тускло смотрится. Вообще он какой-то грязный, совсем не такой, как в рефиле. В рефиле он безумно красивый, насыщенный, такой морской какой-то цвет. Но в реальности это, увы, не так. Из этой палетки, конечно, я уже сводчила, я уже немножко ею красилась. Мне понравились вот этот оттенок, вот этот, вот этот, вот этот. И, в принципе, вот этот вот светленький. Остальные еще не полностью я протестировала, но я планирую в будущем снять видео, где буду краситься вот этой палеткой. И там подробно расскажу про каждый из этих цветов. И вторая палетка теней, это вот такие вот сияшечки от Кристиан. Давайте на них тоже взглянем. Довольно интересные тенюшки, они безумно бюджетные. Но за свою цену коробка довольно-таки большая, презентабельная. И, честно говоря, текстура у этих теней очень мне понравилась. Они как-то очень легко переносятся на кожу, они как будто немножечко маслянистые. Вот давайте, наверное, сделаем оттеночки. Так, набираю самый светлый, дальше средний, третий и четвертый. Их всего четыре в палетке, но они очень такие прикольненькие. Вот, смотрите. Пигментация хорошая, цвета довольно яркие, красивые. Но проблема в том, что в этой палетке все оттенки сияющие. И, например, вам затемнить складку века, ну вот, просто не будет чем. Если бы сюда еще добавить хоть один какой-то универсальный серо-коричневый оттенок для оформления складки века, ну, была бы просто идеальная палетка. Она, по-моему, стоит то ли 34 гривны, то ли 36, примерно вот так вот. Я считаю, что это очень бюджетно для такой вот сияющей, довольно симпатичной палетки. Там еще была коричневатая гамма. Я обязательно попробую купить еще несколько вариантов вот таких вот палеточек. И потом сниму о них подробное видео. Я думаю, что это будет очень интересно. Ну что же, предлагаю начинать. Берем вот этот самый светлый оттеночек и проходимся по всему подвижному и неподвижному веку полностью. Вот так вот все закрашиваем. Затем беру небольшую кисть бочоночек и буду набирать вот этот вот темно-коричневый матовый оттенок. Получается, в этой палетке есть 4 матовых оттенка. Вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. В принципе, довольно неплохое сочетание. Все остальное сияющие оттенки. Там, получается, есть сатиновые, шиммерные и немножко как металлические. Ну, прям прикольная палеточка, очень интересненькая. Ставлю вот сюда, вот во внешний уголочек. Вот так вот топчусь на одном месте, немножко растушевывая. Ну, кстати, пигментация у темно-коричневого довольно-таки хорошая, неплохо. Теперь беру пушистенькую кисть от КОС и немножко вот так вот буду растушевывать, получается, в складочку века. И немножечко вытягиваем хвостик к височку. Ну, так, в принципе, тушевка смотрится неплохо. Не совсем прям идеально, но в целом неплохо. Немножко этот коричневый оттенок как бы залипает. Возможно, века я не совсем идеально припудрила светлым оттеночком, поэтому вот такая вот проблемка у нас возникает. Или же это просто сам оттенок такой. Теперь предлагаю вот сюда вот на подвижное веко нанести какую-то блестяшечку, затем затемнить нижнее веко и, в принципе, макияж глаз будет готов. Но вот с выбором сияшечки немножко, честно говоря, трудновато. Давайте попробуем вот такой вот взять оттеночек, вот такой и вот такой. Смотрите, каждый из них по-своему очень интересный. Куда бы вам поставить сводч? Ну, давайте вот сюда вот, смотрите. Мне нравится тот оттенок, который посрединке у нас получается. Это вот этот вот оттеночек. Давайте мы его, наверное, и возьмем. Он очень интересный, у него очень мягкая текстурка. Он немножко, знаете, и осыпается, и как-то немножко хлопьями ложится. Поэтому для того, чтобы он лучше держался на виках, я думаю, вот сюда вот нанести чуть-чуть консилера, а затем уже сверху наносить этот цвет. Консилер. Консилер у меня вот такой вот от LN Pro. Получается у меня оттеночек 0,3. Но этот оттенок не темный. Он довольно-таки светленький. Сейчас я вам сделаю сводчик, и вы в этом убедитесь. Он идет с желтоватым таким подтоном. Вот такой вот. И консилер такой, не полупрозрачный. Он немножко плотненький. Как по мне, он даже чуть плотнее сегодняшнего тонального крема. Набираем наш консилер вот так вот на кисточку. Вот так вот. Дальше переносим на подвижное веко. Слушайте, ну он реально плотненький. Хоть бы я все не испортила. Но надеюсь, что все будет смотреться более-менее. Не знаю. Но, кстати, у этого консилера довольно-таки интересный специфический запах. Немножко он, знаете, как будто старой косметикой пахнет. Вот как-то так. Теперь, не моргая, набираю вот этот вот оттеночек наш на кисть. И теперь прикладывающими движениями буду наносить. Ну вот так вот все смотрится. В принципе, неплохо. Но я, наверное, нанесла слишком толстый слой консилера. Потому что тени вот здесь вот немножечко какими-то неровностями легли. И, знаете, веко смотрится как будто стянутым. Поэтому на левом глазу нужно будет наносить консилера немножко поменьше. Чтобы не сделать точно такую же вот проблемку. Ну, довольно-таки неплохо смотрится. Честно говоря, на левом глазу выглядит чуть лучше, чем на правом. Но, в целом, сильно большой разницы я не вижу. По-прежнему все смотрится довольно-таки неплохо. Теперь берем самую маленькую узенькую кисть. И берем вот этот вот сияющий оттеночек беленький. Будем его наносить во внутренний уголочек глаз. Пришло время оформлять нижние реснички. И я сначала возьму стойкий гелевый карандаш от Lamelle. Прокрашу сначала карандашиком, растушую. А потом уже дополнительно зафиксирую тенями. И дополнительно зафиксируем карандаш вот этим вот красивым оттеночком. Не знаю, что из этого получится, но давайте попробуем. С тенями мы вроде бы полностью закончили. Убираю их в стороночку. И переходим к следующему продукту, который я недавно купила. Это вот такая вот подводка для глаз. Получается коллекция от Luxe Visage называется Metal Hype. Точно так же, как жидкие тени. А теперь в Metal Hype есть и подводка. Получается, это сияющая подводка металлическая. У меня в оттеночке 0.3. И давайте на нее посмотрим. Цвет я выбрала такой насыщенный синий. Хотя визуально так прям сразу не скажешь, что это синий. Вот если уже свет падает, тогда видно, что здесь синий оттеночек. Но издали немножко смотрится, как будто это просто черный. И уже знаю, что есть один минус. Это кисточка у этого продукта. Она какая-то чересчур толстая. Она как-то расслаивается. И я не уверена, что этой кистью получится нарисовать аккуратные красивые стрелки. Но мы, конечно же, попробуем. Давайте один глазик я попробую оформить вместе с вами. А второй уже дорисую вне камеры. Ну, вы знаете, цвет у этой подводки, он какой-то полупрозрачный. Пока я наношу, остаются какие-то проплешинки. Прямо такого яркого цвета, как на картинке на сайте Makeup. Такого цвета пока я здесь не вижу. Конечно же, такой неудобной кистью завести прям вот сюда, вот во внутренний уголочек, довольно проблематично. Но я попробую. Да, могу сразу с уверенностью сказать, кисть неудобная. Можно сразу выбрасывать, находить другую любую кисточку, которая вам удобная. Просто вымыть ее и можно пользоваться именно таким вот образом. Потому что вот эта родная кисточка, она реально очень неудобная. Ложится косо, криво, непонятно как. Так, да еще и плюс ко всему, действительно остаются проплешинки. И нарисовать аккуратный красивый хвостик, ну, просто нереально. Вот у меня получилось непонятно что. Сейчас я попытаюсь, конечно, это все подправить, но уже вне камеры. Но я не уверена, что получится что-то лучше, чем есть на данном этапе. Вот такие вот стрелочки у меня получились. В целом смотрится более-менее. Но, конечно, сделать концы абсолютно одинаковые не совсем получалось. Приходилось мицеллярной водичкой вытирать. Поэтому вот здесь вот снизу немножко тени пострадали. Но ничего, там нанесем консилер. И я надеюсь, что сможем подправить там, где что-то криво у нас получилось. Ну, а пока давайте красить ресницы. Тушь у меня вот такая вот от бренда Lilo. Называется Long Like. Вот как-то так. Вот такая вот щеточка внутри. Довольно интересная такая спиралька, я бы так сказала. И один раз я этой тушью уже пользовалась. Не могу сказать, что мне эффект понравился. Но когда вообще никакой туши нет, то краситься можно. Но она как-то, в принципе, удлиняет реснички. Да, но утолщать она их абсолютно не утолщает. Просто удлиняет. И если у вас такие же реснички, скажем, редкие, как и у меня, то все-таки я предпочитаю тушь, которая дает еще и объем. Тогда, конечно, ресницы смотрятся как накладные, очень красиво. Но, допустим, если вам на ежедневной основе, под какой-то легкий дневной макияж, то, в принципе, довольно-таки неплохая тушь. Вот такие вот реснички у нас получились. Смотрятся очень естественно. Но чуть ближе я вам все это вблизи покажу. Давайте теперь переходить к консилеру. И затем уже будем припудриваться, а то кожа уже немножко начинает блестеть. А консилер я хочу немножко нанести вот сюда вот под глазки, потому что здесь у нас осыпались все вот эти вот блесточки, которые я наносила. Немножко вот сюда вот высветлим вот здесь вот. Вот здесь вот вокруг носа обязательно высветляем. И немножко на подбородок. Беру вот такой вот маленький спончик и буду все это растушевывать. Ну, вы знаете, консилер растушевался очень легко, очень хорошо. Такое ощущение, как будто в нем есть светоотражающие частички. Ну, на коже смотрится действительно очень даже классно. Кожу вот здесь вот под глазками не стянул, не пересушил. Все довольно-таки комфортно лежит. Смотрится тоже очень хорошо. Если какие-то мелкие синячки, я думаю, перекроет неплохо. Можно, конечно, наслаивать, но мне вот такого вот покрытия, в принципе, должно хватить на весь день. Дальше будем переходить к пудре, потому что вот такое вот сияние мне уже не нравится. Нужно это все зафиксировать. Пудра у меня вот такая финишная от Glam Beam в оттеночке 0,5. Это получается идет вот такая вот белая, но на лице она прозрачная. Эта пудра на коже ее абсолютно незаметно. При этом она хорошо монтирует и хорошо фиксирует любое тональное средство, продлевает его стойкость. Берем вот такую синтетическую пушистую кисть, набираем. Можно даже не встряхивать, потому что набирается совсем чуть-чуть. Текстура у этой пудры очень так плотно набита, прям конкретно. Она даже не крошится, но набирается немножко. Мне нравится, что она не крошится, ее хватит на длительное время, но я все-таки немножечко встряхиваю и затем прикладывающими движениями наношу. С пудрой мы полностью закончили. Предлагаю оформлять лицо дальше. Для этой цели мне, конечно же, понадобится палетка для скульптурирования. Это новая коллекция от Lamelle. Можно сказать, летняя коллекция. Здесь есть хайлайтер, румяна и скульптор. У меня палетка под номером 401. Это самая светлая палеточка. Есть еще палеточка под номером 402. По-моему, их всего две. Светлее и темнее. Цвета довольно неплохие. Румяна идут матовые. Здесь никаких сияющих частичек я не вижу. В принципе, пигментация должна быть неплохая. Давайте, наверное, сделаем сводчики только на вот эту вот сторону. Так, румяна, скульптор. Я прям так хорошенько пальчиком втираю, набираю, чтобы сделать хорошие такие сводчики. И смотрите, скульптора практически незаметно. Румяна, в принципе, видно. И хайлайтер прям насыщенный, классный. Мне нравится, что у хайлайтера мелкие сияющие частички. Должен на коже смотреться довольно нежно и красиво. По поводу того, подчеркивать текстуру или нет, я точно не знаю. Но, честно говоря, в моей коллекции еще нет такого хорошего хайлайтера, который не подчеркивал бы мои неровности в этих вот участках. В принципе, любой хайлайтер все равно немножко подчеркивает текстурку кожи. Конечно же, будем начинать со скульптора. Беру вот такую большую скошенную пушистую кисть. Прям вот так вот хорошенько набираю, встряхиваю и вот сюда вот так вот наношу. Слушайте, ну цвет есть. Его на коже видно. Немножко затемняем вот здесь вот возле линии роста волос. Немножко на ушко, чтобы тень у нас казалась прям идеально натуральной. Немножко закрашиваем вот здесь вот на выступающих частях лба, где волосики растут. Ну, кстати, оттенок хороший. Его на коже еле-еле заметно. То есть, с такой палеткой вы сможете сделать такой легкий, натуральный, дневной вариант макияжа. Наверное, для вечернего макияжа вот этого вот цвета, мне кажется, маловато. Нужно дублировать, возможно, бронзером, тогда будет прям мега круто. Или же просто выбрать оттенок потемнее. Наверное, палеточка 402 для этой цели, именно для вечернего создания макияжа, наверное, подойдет лучше. Но, в целом, для дневного образа, по-моему, тень прям супер. То, что нужно. Скульптор мне и правда понравился. Довольно-таки неплохой. Даже за счет того, что тональный крем у меня сегодня темноват для моей кожи. Все равно скульптор на этом тональном креме заметно. Если у вас кожа светлее, чем у меня, или, по крайней мере, тональный крем светлее, то, я думаю, этот скульптор вам должен подойти прям супер. Дальше переходим к румяшкам. Честно говоря, матовые румяна я не слишком люблю, потому что с ними легко переборщить. Я больше люблю слегка такие сияющие. Но я надеюсь, что сегодняшний макияж у меня не будет испорчен из-за матовых теней. Ну, смотрите, вроде бы смотрится на коже довольно натурально, но, кстати, очень сильно пылят. Прямо на рефильчике видно, такие крошки остаются. Ну, в целом, в целом неплохо. Растушевываю прям вот так вот. И немножко вот сюда вот к височкам вывожу. Ну, смотрите, на этой стороне есть румяна, на этой нету. По-моему, с этой стороны смотрится чуть кожа свежее и красивее. Главное набирать чуть-чуть, обязательно встряхивать и только потом вот сюда вот наносить. Остатками с кистью я немножко прохожусь вот здесь вот по кончику носа. Мне почему-то в последнее время нравится такой эффект. Вот так вот. И забыла еще, знаете, что сделать. Последнее время я беру скульптор, набираю вот такой вот небольшой кистью, встряхиваю и немножечко вот здесь вот затемняю крылья носа. Немножко делаю свой носик поменьше. Мне нравится. Все так натуральненько, хорошо смотрится на коже, прям круто. И самое интересное теперь время хайлайтера. Подберем для этой цели кисть. Я возьму вот такую вот сплюснутую небольшую кисточку. Вот так вот набираю. Об руку немножко встряхиваю и только потом буду вот сюда вот переносить. Нифига себе. Ого. Слушайте, этот хайлайтер прям невероятно сияющий, прям очень. Я прям вот здесь вот пятно поставила и оно, блин, оно не растушевывается. Капец. Боже, будет испорчен весь макияж. Ай-яй-яй. Слушайте, ну у него какие-то крупные блестки, они прям не растушевываются так, как мне надо. Вообще вот поставила пятно и уже все, и все. Вот так вот сияет. Конечно, сияние прям как будто из космоса и оттенок мне не подходит. Вот я сижу прямо и вижу вот здесь вот пятно. Ох, я в шоке. Я немножко расстроена. Мне не нравится, как вот здесь вот выглядит. Прям ужас какой-то. Давайте попробуем немножко какой-то большой кистью растушевать. Возможно, не будет такого эффекта. Окунем чуть-чуть в румяна и сверху вот сюда вот румян нанесем, нафигачим. Ну, вот так вот чуть-чуть лучше смотрится, но все равно оттенок хайлайтера неудачный. Если бы он был как-то чуть менее желтый, он бы мне подошел лучше. Но его, конечно, на коже очень сильно заметно. Уже даже я немножко румяшками перекрываю вот этот вот сияющий эффект, но все равно даже сквозь румяна видна вот эта вот прям желтизна. Ладно, переходим теперь вот сюда вот на левую сторону. Здесь же тоже надо все растушевать. Да, это прям как отдельные блестки смотрятся. Немножечко на кончик носа, совсем-совсем чуть-чуть обязательно. Ну, на носу смотрится хорошо, а немножко вот сюда вот на губки. Знаете, я этой палеткой была очень довольна до того, как начала пользоваться хайлайтером. Хайлайтер здесь реально, ну, мне, по крайней мере, не подходит. Может быть, кому-то другому будет идеально, но на мне он какой-то чересчур желтый. Хотя в рефильчике смотрится прям круто, вроде бы оттенок, знаете, такой шампанское. Но на коже мне он точно не подходит. Либо какой-то нужен посветлее, мне кажется, скорее всего. Но в целом макияж лица более-менее смотрится. Теперь самое интересное, переходим к оформлению губ. Для губ у меня есть аж 4 помады. Это все у меня люкс визаж. Коллекция называется Pin Up Ultra Matte. И давайте теперь рассмотрим все эти оттеночки. Первые две помадки 513 и 505 это то, что у меня уже было. И в последнем заказе я заказала еще две. Давайте, наверное, начнем с оттеночка 505, который называется Kate. Мне безумно нравится, что у этих помад есть не только номерок, но еще и женское имя. Это довольно-таки прикольно, скажем так. Так, и это один из самых любимых оттенков помад для меня. Если вот так вот на нее посмотреть, то можно понять, что я ее часто пользуюсь, потому что мне она нравится. И текстура классная у этих помад, и стойкость хорошая, и они безумно комфортные. При этом они не пересушивают губы и смотрятся очень так натурально, красиво. Ну, короче, безумно мне нравятся эти помады. Качество у них действительно классное. Оттенок красивый. Дальше берем новую помаду, которую я купила в последнем заказе под номером 506. И это у нас с вами Николь. Я ее пользовалась один раз. Вот такая вот она. Сейчас делаем сводчик. Вот такой вот оттеночек. Получается вот эта Кейт под номером 505 и Николь 506. Немножечко более такая ярко-розовая. Ну, как, не то чтобы прям ярко-розовая. У нее чуть больше розового пигмента. Если здесь больше все-таки такой красновато-какой-то коралловый, то здесь больше немножко такого темно-розовенького. Дальше идем помадка в номере 513, которая называется Ким. Открываем. Ким я тоже использовала, но немножко. Что-то она мне не слишком понравилась. Она какая-то бледноватая для меня. Вот смотрите. Ну, на фоне предыдущих двух, вот это какая-то такая, да, бледненькая, повседневная. Но при этом она все равно на губах смотрится очень хорошо, очень естественно, довольно-таки красиво. И последняя помада под номером 515, которая называется Миранда. Открываем. Эти все помады, кстати, очень вкусно пахнут. У них прям такой интересный аромат, прям класс. И вот такой вот последний оттенок. Получается из этих всех помадок самый такой красноватый, это вот этот вот 515 Миранда. Безумно красивый такой оттеночек. Самый бледный, вот этот вот средний под названием Ким, номер 513. И дальше два таких довольно интересных оттенка. Наверное, самые интересные. 505 Кейт и 506 под названием Николь. Довольно красивые оттенки. Мне они все безумно нравятся. Честно говоря, хочется скупить всю эту коллекцию и посвочить, покрасить губки. И посмотреть, как это все будет на мне смотреться. Но сегодня у нас задача попробовать оттеночек 506 и 515. Давайте начнем из 506 оттеночка, который называется Николь. В принципе, этими помадами легко, удобно пользоваться. Можно даже без карандаша. Да, у меня сейчас карандаша и нету, поэтому будем прям так наносить. Кстати, у меня сейчас губы немножко пересушены. У меня закончился бальзам и я забыла купить новый. Поэтому в сегодняшнем тест-драпе мы прям хорошо увидим, как эти помады ложатся на сухие губки. Мне нравится этот 506 оттенок Николь. Он довольно-таки красивый. Под сегодняшний макияж подходит очень даже хорошо. И мне кажется, что этот оттенок, он, знаете, такой красновато-розовый. Достойный оттенок, я бы так сказала. Сейчас я пойду умою свои губки и перейдем к оттеночку под номером 515. Открываем наш 515 оттенок Миранда и будем наносить. Мне кажется, что вот этот оттенок, он уже немножко, знаете, такой красновато-коричневатый, что ли. Но тоже очень красивый оттенок. И погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Лично мне кажется, что вот этот вот 515 Миранда под сегодняшний макияж подходит немножко лучше. Как будто, знаете, именно этот оттенок губ сильнее как-то сочетается с оттенком румян. Прям довольно-таки хорошо смотрится. Не знаю, как вам в камеру это все заметно, но мне в реальной жизни действительно кажется, что прям сочетание супер. По итогу у нас с вами получился вот такой вот образ. Предлагаю чуть ближе его рассмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Я в целом осталась довольна тем, что у меня сегодня получилось. Давайте теперь вкратце пробежимся по продуктам, которые я использовала. Палетка теней. Да, можно покупать. Довольно интересная. Но более подробно о ней вы узнаете в следующем видео. По поводу консилера. Довольно неплохой, интересный, очень бюджетный. Но единственное, что он пахнет немножко не совсем приятно. Но в целом, именно как консилер работает довольно-таки хорошо. Тональный крем смотрится на коже нормально. Для ежедневного использования, я думаю, подойдет. Можно пользоваться. Подходит для нормальной комбинированной и жирной кожи. Помады Pin Up Ultra Matte от Luxe Visage. Однозначно, да, советую. Действительно классные. Если брать по скидке на сайте Ева или на сайте Makeup, то очень-очень даже выгодно. Пудра от Glembi. Мне нравится. Я пользуюсь с удовольствием. Ничего плохого о ней сказать не могу. Поэтому в целом советую. Она не совсем бюджетная, но цена на нее не завышена. В принципе, для хорошего продукта цена адекватная. Подводка жидкая для глаз. Сама подводка интересная, красивая, но кисть здесь неудобная. Если будете покупать эту подводку, ну, в любом другом цвете, не обязательно именно в этом, то нужно обязательно запасаться другой кистью, потому что этой кистью работать неудобно. Помадка для бровей от Belor Design. Очень достойный продукт. Стойкость просто потрясающая. Правда, не знаю, как быстро она начнет засыхать, но пока ей уже недельки-полторы, наверное, ну, неделя точно, то пока никаких засыханий нет. Текстура точно такая же, как тогда, когда я ее только-только открыла. Цена, качество действительно себя оправдывает. Гель для бровей от Luxe Visage. Однозначно советую. Советую уже во многих видео. Мне он нравится. Потрясающий, бюджетный, на ежедневной основе прям незаменимая вещь. Хорошо фиксирует и помадки, и туши для бровей, и карандаши. В принципе, чем вам удобно пользоваться, тем и можете сверху тоненьким слоем наносить, и бровки смотрятся прям супер. Тушь для бровей от Lilo. Не могу сказать, что она мне нравится. Эффект, в принципе, неплохой, но как-то мне немножко не хватает густоты, объема. Ну, как-то длину, да, она немножко удлиняет, но больше ничего она не делает. Носится, в принципе, нормально, не осыпается, но немножко отпечатывается на верхнем веке. В целом, как бюджетный вариант, то, в принципе, можно пользоваться. Палетка от Lamelle. Достойный, интересный, очень бюджетный вариант, но хайлайтер здесь мне не понравился абсолютно. Если будете пользоваться этой палеткой, то хайлайтер берите, либо однушечку какую-то покупайте, либо, может быть, с какой-то другой палетки используйте, потому что, ну, реально будут какие-то вот такие вот золотистые пятна, и это будет смотреться не совсем красиво. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо большое, что были со мной и смотрели это видео. Если оно вам хоть немножечко, но все-таки было интересным и полезным, то обязательно ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии, не забывайте подписаться. Спасибо большое за внимание. До скорой встречи! Продолжение следует...